Вы в курсе, что в эти дни в Сочи проходит декада инвалидов? В нашем городе людей с ограниченными возможностями здоровья порядка 36 тысяч, и вплоть до 10 декабря для них и с их участием пройдут десятки мероприятий. Рассчитаны они и на всех горожан в целом, так как задача декады – изменить отношение общества к инвалидам. Здравствуйте, я Инга Габешия, и на канале ФКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, еще несколько лет назад просто выехать в город, к примеру, маломобильным сочинцам, было непросто. Сегодня немало сделано для создания необходимых условий, и работа по созданию безбарьерной среды в Сочи продолжается. Касается это не только внешних перемен на улицах города, но и соцподдержки. У особых горожан за последние годы масса творческих успехов, немало и спортивных побед. Ну а подробнее о декаде инвалидов мы сегодня поговорим с начальником управления социальной политики администрации города Сочи Галиной Пушкарь. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте. Итак, стартовала декада инвалидов, и проанонсируйте, пожалуйста, какие именно мероприятия город организовал к этой дате. Важно отметить, что Сочи сегодня является такой достаточно серьезной, уверенной, я бы сказала, инклюзивной площадкой, где возможно развитие для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью и в творчестве, и в спорте, и в серьезных профессиональных проектах. И декада инвалидов представляет из себя мероприятие такого честования. Для каждого из нас важно быть отмеченным, важно, чтобы его заслуги прозвучали публично. Мы искренне гордимся нашим сообществом. Поэтому я хочу сказать, что буквально две недели назад Сочинка Маргарит Кульян получила именную премию губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева для людей с ограниченными возможностями. Это премия в области искусства и культуры. Маргарит пишет картины с фотографией, деньги, которые выручает от продажи своих картин, она передает в приют для бездомных животных. Вот такая очень трогательная история, на мой взгляд, и это отмечено администрацией Краснодарского края. Важно сказать о том, что наш регион, это регион с мощной поддержкой, серьезными программами в рамках помощи и поддержки людей с инвалидностью. Идя к вам, я только что была на большом круглом столе вместе с Центром занятости города Сочи, как раз таки по программе содействия в трудоустройстве для различных категорий граждан. Мы говорили с большим сообществом работодателей города о трудоустройстве людей с инвалидностью, о помощи, когда человек с инвалидностью приходит на предприятия, специальных образовательных поддерживающих программах со стороны работодателей. Эта работа движется, и у нас есть успешные приемы. В нашем художественном музее работает экскурсовод, инвалид первой группы по зрению, в виртуальном зале, очень успешно работает, буквально на днях. Сергей Иванович Гринь его зовут, и буквально на днях Сергей Иванович провел специальную экскурсию для детей с ментальной инвалидностью по художественному музею. Поэтому мероприятия, они посвящены как таким праздничным, торжественным моментам, которые важны и нужны. Мы вчера тоже награждали одну из наших сочинских художниц Светлану Прокопенко, это инвалид первой группы, инвалид с детства, ДЦП. И Светлана недавно вернулась из Барселоны, где была выставка ее картин. И она написала пост в своем аккаунте в Фейсбуке, где она говорит о том, что как важно проводить такие мероприятия, и как приятно слышать слова признательности от первого лица города, быть награжденной благодарственным письмом. Это все ценно, это важно, это находит отклик в душах людей, и торжественные мероприятия, они тоже нужны. Они каждый день преодолевают себя, стремятся к новым целям и достигают высот. Они ломают систему, строят карьеру, рисуют, поют, выходят на олимпийские дистанции и создают шедевры. И это несмотря на то, что им приходится порой сложнее справляться с жизненными обстоятельствами. В Краснодаре наградили тех, кто своей самоотверженностью и страстью, упорством и характером доказал ограниченные возможности здоровья, это только трамплин к будущим вершинам. В этом году дипломы за подписью главы региона и премии в райзмере 100 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе и дети. Для Екатерины Бибиковой это первая награда такого уровня, поэтому девушка немного волнуется. Катерина, как и многие, с детства занималась танцами, ходила в художественную школу и мастерила украшения. А вот создавать кулинарный шедевр начала всего несколько лет назад. Она делает торты, выпечку и шоколад, может даже собрать букет из сахарных цветов. Его очень трудно отличить от настоящих. Екатерина жизнерадостная, активная и целеустремленная. Несчастный случай не сломил ее, а сделал только сильнее. Авария в 12 лет и перелом позвоночника. К сожалению, установиться не удалось. Цели на будущее, честно признаться, еще не придумала. Но что-то выше, чем это событие будет обязательно. Поставлю себе новую цель и буду ее достигать. Упорством и характером отличаются все лауреаты. Многим из них пришлось начать жизнь заново. Они понимают судьбу и верят в себя. Поздравив героев и вице-губернатор Анна Менькова, куратор СОСБОКа, отметила личные успехи лауреатов. По словам замглавы региона, в крае ведется большая работа в этом направлении. Для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают реабилитационные центры. Недавно такое учреждение появилось в Белореченске. А для особых детей есть более 50 специализированных школ и интернатов. Я хочу поблагодарить и, конечно, всех тех, кто сегодня занимается интеграцией инвалидов в общество. Это и врачи, и учителя, и наставники, и социальные работники, которые работают с такими людьми. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо семьям, которые сегодня принимают детей с особенностями в свою семью. А что касается власти, то мы, в свою очередь, делаем сегодня значительно для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Вы знаете, что на территории Краснодарского края за последние несколько лет открылось несколько реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из этих людей внес особый вклад не только в свою судьбу, но и в историю края. Спортсмены, художники, изобретатели и наставники. Для всех были подготовлены отдельные номинации. Например, Людмила Булавкина из Туапсинского района, когда узнала о болезни, не опустила руки, а начала создавать настоящие шедевры из ткани. Сегодня ее наградили за успехи в народном творчестве. Для многих творчество стало спасение от апатии и депрессии, желание танцевать и петь, даже когда сделать это физически просто невозможно. Жить так жить, жить и не дужить. Жить так жить, никогда не ныть. Жить так жить, надо просто жить. Сейчас на Кубане около 450 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Как посчитали специалисты, это каждый 12-й житель края. В регионе для них действуют специальные программы и работают реабилитационные центры. Но самое главное – поддержка родных и близких, друзей и коллег, чтобы каждый мог почувствовать себя частью большого мира. Алина Сорокина, Дмитрий Ланин, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар. Торжественные приемы для кубанцев с ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае – мероприятия традиционные. Регулярно инвалидам присуждаются и премии в размере 100 тысяч рублей за успехи в общественной деятельности, культуре, литературном и техническом творчестве, спорте. Своими достижениями вы вносите огромный вклад не только в свою жизнь. Это и успехи всего Краснодарского края. Особые слова признательности семьям, которые принимают детей, с особенностями развития. Здесь мы говорим не только о любви, но и о огромном ежедневном труде. Также вице-губернатор Анна Менькова акцентирует внимание на том, что в крае проводится не только планомерная работа по улучшению материально-технической базы учреждений для инвалидов, внедрению новых технологий, но и методик реабилитации. Недавно открылось стационарное отделение реабилитационного центра в Белореченске. Сейчас мы восстанавливаем когда-то хорошо известный центр «Медуница» в Отрадненском районе. Надеюсь, он скоро поможет многим поправить свое здоровье. В настоящее время на Кубани проживает около 450 тысяч инвалидов. В регионе действует 17 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 15 комплексных реабилитационных центров для взрослых инвалидов. В 2018 году в них получили комплексную многопрофильную поддержку более 10,5 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч детей. Но помимо всего прочего, инвалиды нуждаются в социальной поддержке. В Крае с этой целью реализуется масса программ. Вот каких именно и какая помощь оказывается людям с ограниченными возможностями здоровья? Одной из самых успешных, важных и нужных краевых программ является программа содействия занятости в трудоустройстве людей с инвалидностью. Серьезные разработаны методические рекомендации как для работодателей, так и для людей с инвалидностью. Идет переобучение при центрах занятости Края. Для таких людей идут вопросы, связанные с открытием первого бизнеса. Идет такая поддержка из администрации, из бюджета администрации Края, как создание рабочего места для человека с инвалидностью. То есть определенную сумму получает работодатель для того, чтобы это место было эргономичным, было удобным и эффективным для работы человека с той или иной инвалидностью. Эта программа, в основе этой программы лежит, на мой взгляд, самый необходимый жизненный эффект. Это социализация и это экономическая свобода человека с инвалидностью, которая не только получает льготы, и это тоже важно, это тоже нужна мера социальной поддержки. Но благодаря этой Краевой программе у человека с инвалидностью есть шанс открыть свое дело, есть шанс стать профессионалом и хорошо стоить на рынке труда. И вообще есть шанс выйти из дома и найти новых друзей, найти свою любовь и найти себя. И это важные и нужные вещи, которые в жизни каждого человека и составляют счастье, на мой взгляд. Большое внимание руководство Края уделяет и вопросу трудоустройства жителей региона с инвалидностью. К слову, более 2000 кубанцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу с помощью центров занятости. Отмечу, что количество квотируемых рабочих мест для инвалидов в Крае увеличилось с 13,5 до 19,5 тысяч. Реформа центров занятости должна пройти в том формате, в котором мы сегодня работаем. По старинке работать нельзя. Коллеги, я прошу еще раз внимательно посмотреть на эту проблему. Я благодарю все муниципалитеты, в которых работа по трудоустройству инвалидов действительно ведется на новом уровне. Особенно ценным является внимание губернатора Краснодарского края Венея Ивановича Кондратьева, вице-губернатора Анны Алексеевны Миньковой, которая курирует социальный блок, к людям с инвалидностью. Как я уже сказала, Маргарит Кульян, Светлана Прокопенко, Сергей Гринь были обладателями именной премии губернатора для людей с ограниченными возможностями. Это ценно, это важно, это нужно, что губернатор отмечает каждого человека, отмечает его достижения. И это и гордость за таких людей, и мотивация равняться на них. Вчера мы проводили торжественный прием главы города Сочи, а в край проводился торжественный прием губернатора вручения именных премий. И мои краснодарские коллеги стали обладателями таких премий. Это как раз таки люди, которые работают в инвалидных сообществах, сами являются людьми с инвалидностью. И, конечно, это гордость за них, гордость за себя и гордость за наш край, за те программы, которые помогают людям поверить в себя и помогают преодолеть те невзгоды, которые, к сожалению, произошли. Ежегодно выделяется 5 миллионов из бюджета, которые идут на поддержку общественных организаций людей с инвалидностью. Это районные советы инвалидов, районные советы ветеранов. То есть программа рассчитана и на инвалидное сообщество, и на ветеранское сообщество. Также из этой программы получает помощь сочинское местное отделение слепых, сочинское местное отделение глухих. И инклюзия Сочи – это организация родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Эти суммы, они, естественно, в очень серьезном контроле находятся по тратам, целесообразности этих трат. Но общественные организации расходуют их для поддержки своих членов. Это один из вариантов поддержки. Далее, каждая организация проводит какие-то свои мероприятия, и мы поддерживаем технически эти моменты, предоставляем помещение и помогаем организационно в тех вопросах, в которых необходима помощь. Хочу отметить организацию инвалидов-колясочников-стоек с председателем Олегом Анатольевичем Стекольниковым. Это наш очень известный городской эксперт по доступной среде. Олег Анатольевич ежегодно проводит большой международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья – пара-арт. Пара-арт совмещает в себе спортивную составляющую и творческую составляющую. И ежегодно привлекает в Сочи людей с инвалидностью со всего мира, которые обсуждают какие-то проблемы, делятся своим опытом. И для нас это ценно, важно, и мы активно поддерживаем это мероприятие. Инициативу в вопросе соцподдержки людей с инвалидностью, а также в проведении различных мероприятий, проявляют и городские общественные организации, реабилитационные центры. Чем именно они занимаются и как администрация курорта с ними взаимодействует? Да, организаций много. У каждой организации свой такой харизматичный лидер. Давайте мы сегодня остановимся на организациях, которые работают с родителями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, вообще с инвалидностью. Таких организаций шесть. Сегодня в студии будет Владимир Рябцев, который возглавляет православную Кубань. Хочется сказать, что Владимир Геронимович многолетний обладатель краевого гранта. Деньги, которые получает из бюджета края, тратятся на создание серьезных научно-популярных фильмов, которые рассчитаны и на медицинское, и на образовательное сообщество. И носят такой обучающий характер по тому, как формировать, как взаимодействовать с особенными детьми. Скажем так, Владимир Геронимович тесно работает со школы-интернат номер два, которая находится на Мамайке в Сочи, где обучаются дети с умственной отсталостью. Стоит отметить организацию «Радуга Сочи» и руководителя Виктора Шубина. Это обладатели президентского гранта, который в Сочи реализует проект «Неигрушечный театр». Да, такое театральное сообщество, в котором актеры — это дети с аутизмом. И очень успешно у них этот проект себя проявляет. Собирают большие зрительские аудитории. И дети, многие дети впервые на сцене начинают говорить. То есть такой арт-эффект, арт-терапия в действии. Я хочу отметить Надежду Назарову и Центр инклюзивного развития «Включи». Надя стала в этом году обладателем тоже гранта, фонда президентских грантов. Надежда занимается серьезным проектом по тьютерству. В 2016 году был принят федеральный закон, который обязывает сегодня образовательные учреждения развивать инклюзивное образование. То есть дети с инвалидностью, они обязаны и должны прийти в образовательную среду. Образовательная среда должна быть к этому готова. Тьютер — это тот человек, который сопровождает ребенка, буквально сидит с ним рядом за партой. Начинается с этого, дальше немножко дистанция увеличивается, чтобы ребенок мог получить автономность свою. Это поддержка для детей с различными проблемами со здоровьем, в том числе с какими-то ментальными моментами. Надежда успешно реализует этот проект уже в 8-й гимназии, в 6-й в детских садах города и является одним из таких серьезных экспертов в нашей стране по тьютерству. И наши образовательные учреждения идут навстречу? Конечно, да. Это происходит в сотрудничестве с управлением по образованию и науке, в сотрудничестве с школами, с детскими садами города. И эта потребность есть, и для нас ценно, важно и вызывает уважение активность наших родителей детей с инвалидностью. Их позиция конструктивная и их позиция не только как родителей, но и как экспертов, которые помогают выстраивать правильные, эффективные такие методы, формы работы с такими детьми. Также у нас есть Андрей Баталов и его реабилитационные программы спортивного содержания, которые тоже помогают детям с инвалидностью пройти реабилитационный процесс, пережить какие-то очень сложные и кризисные моменты именно физического состояния. Мы гордимся Натальей Шиллингер и ее службой поддержки особенных детей «Мы вместе». Наталья – победитель школы социального предпринимательства в нашей стране. Ее центр работает по принципу социального предпринимательства. 170 семей ходят в центр, и сама Наталья не так давно стала одним из педагогов этого центра. Это не только создателям, но и экспертам, которые могут работать с детьми в реабилитационном процессе. Со стороны администрации города Сочи на Макаренко создан центр «Особое детство», возглавляет его Ольга Николаевна Москатова, председатель общественной организации «Инклюзия Сочи». Как раз-таки этот центр получает поддержку из бюджета города, и он работает безвозмездно. Вообще все общественные организации не работают на платной основе, они работают в поддержке городского сообщества. И считаем, что проект «Особое детство» под руководством Ольги Николаевны – одна из лучших социальных практик города. Двери всегда открыты. Волонтеры из наших центров дополнительного образования, из наших спортивных центров приходят в центр, бесплатно занимаются с детьми. Расписание есть на дверях самого центра. И этот центр открыт для всех родителей с особенными детьми. С синдромом ДАУНа, с ДСП, с аутизмом, еще с какими-то ментальными нарушениями. И эти проекты для нас – такая очень серьезная, важная, нужная работа. И мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. И это сотрудничество приносит очень серьезные и хорошие результаты. Ко всему прочему, наши сочинцы с ограниченными возможностями здоровья, разумеется, занимаются и творчеством, но еще и спортом, здоровым образом жизни. Спорт – это отдельная история. Я уже говорила про Сергея Гриня, который является марафонцем. Это человек, который всегда пробегает сочинский марафон. В этом году он был моим пейсменом. Пейсмен – это человек, который держит скорость. Он был моим пейсменом. Мы пробежали… А ты о том, что Сергей инвалид по зрению? Да, Сергей инвалид по зрению. И мы пробежали вместе с ним. Он помогал мне бежать полумарафон 21 километр. Я его очень благодарю. То есть Сочи дает такие спортивные возможности. Всем людям. Особенно хочется сказать добрые слова в адрес нашего центра при департаменте физкультуры города Сочи. Это центр по работе с людьми с инвалидностью. Во-первых, там есть команда для ребят с ДЦП. Футбольная команда. Тренер Сергей Сергеевич с ними занимается. Ребята его безумно любят. Это в команде разного возраста мальчишки с ментальной инвалидностью. И которые находят себя в этом. Это история, которая позволяет им поверить в себя и понять, что да, возможно, такой футбол. Футбол возможен в их жизни. Как вот в прямом смысле этого слова. Наша команда, сборная команда инвалидов по слуху, благодаря данному центру, тренировочному процессу, выражаем благодарность всем тренерам, которые занимаются с нашими ребятами. Сами глухие, трудоустроенные ребята. И тоже входят в состав тренерского состава. В крае наша сборная занимает призовые места последние несколько лет. Именно в командном зачете. Во всех спортивных мероприятиях. Поэтому да, спорт это такая абсолютная составляющая жизни людей с инвалидностью. Сегодня наши родители детей с особыми потребностями ходят на ипотерапию, которая тоже и помогает, и является одной из ведущих деятельностей нашей физической культуры и спорта в рамках реабилитационных моментов. Особое внимание в городе уделяется и безбарьерной среде. Как говорится, ее нужно не только сохранять, но и приупнажать. Что в этом плане у нас делается в городе? Одна из самых, на мой взгляд, дискуссионных, инфраструктурно непростых программ – это, конечно, доступная среда. Это концепция такого универсального городского дизайна, который прежде всего создает комфорт для разных групп населения. Когда можно, не преодолевая препятствия, более комфортно прийти к достижению своей цели, куда вы хотите попасть. На сегодняшний день у нас создана рабочая группа по доступности. В рабочую группу входят все сообщества инвалидов. И работает она по принципу нашего мониторинга со стороны администрации всех заявлений, которые поступают от любого инвалида в адрес администрации. Я был там-то, некачественно была оказана какая-то услуга, я был там-то, не смог зайти, потому что инфраструктура этого не предусматривает. Мы приглашаем хозяйствующие субъекты и ведем с ними и разъяснительную работу, потому что порой людям достаточно объяснить то, что никто из нас не застрахован от каких-то событий в жизни. И деление на «это нужно для них, потому что они с инвалидностью, а для нас это не нужно», это деление, оно не принимается сегодня жизнью. Это деление не имеет ничего общего с теми ценностями, которые вообще должны быть в человеческом сообществе. К слову, в 2018 году объем финансирования программы «Доступная среда» составил более 95 миллионов рублей. За период реализации программы «Доступная среда» в крае удалось решить многие вопросы. Значительно выросло количество пандусов, подъемников, тактильной разметки, приспособленного для инвалидов общественного транспорта. За последние три года объем финансирования программы превысил 586 миллионов рублей, из которых 260 миллионов – средства краевого и местного бюджетов. Хочу подчеркнуть, что число доступных приоритетных для инвалидов объектов возросло более чем на 20% и составляет сегодня около 70%. Нам необходимо обеспечить не только физическую возможность добраться человеку с ограниченными возможностями здоровья до того или иного объекта, но и воспользоваться оказываемыми в нем услугами. Хочу отметить, что выделенные в прошлом году средства освоены исполнительными программами на 99,8%. Результатом стали 333 доступных для инвалидов социальных объектов. Обеспечена доступность для инвалидов пешеходных переходов. Для 1200 инвалидов приобретены технические средства реабилитации. Конечно, нужно совершенствоваться. И, конечно, как я уже сказала, доступная среда – это не история, которая сделана раз и навсегда, и не надо там смотреть. Доступная среда – это поддерживающая история, которую все время нужно контролировать. Я давно работаю в администрации города Сочи. Я начинала работать здесь тогда, когда мы готовились к олимпийским играм, к параолимпийским играм в городе. И хочу выразить слова благодарности и признательности администрации Краснодарского края. Это серьезная профессиональная команда, которая, в принципе, создала основы доступной среды в нашей стране. Сочи был экспериментальной площадкой в то время для всей России. И мы, правда, не знали, как правильно должна выглядеть доступность, что она должна в себе внести, какая философия должна быть у этого проекта. Именно администрация края, Министерство социального развития Краснодарского края разработали понятие универсального дизайна, разработали понятие эталонного маршрута. То есть непрерывности, когда человек с инвалидностью выходит из своего дома, и у него по дороге доступный банк, где можно оплатить ЖКУ, доступная аптека, доступный магазин, доступная поликлиника, доступное образовательное учреждение и так далее. Это команда, которая соединила, на мой взгляд, соединила муниципалитет и инвалидные сообщества именно в рамках делового сотрудничества и создала вот этот синергетический эффект, что дважды два получилось пять. Да, наши инвалиды были вместе с нами, мы вместе с ними, вместе с администрацией края делали доступную среду, понимали, где мы ошиблись, что-то переделывали. Все эти люди стали экспертами международными, экспертами Параолимпийского комитета по доступности. Сегодня кто-то из них открыл свой бизнес благодаря этому проекту и успешен в этом. И это здорово, это классно. Без поддержки края, без тех профессиональных методик, финансирования, вряд ли была бы возможна сегодняшняя заслуга Сочи, второе место в России по доступной среде. Галина Александровна, спасибо вам огромное за участие в нашей программе и успехов вам в вашей такой нужной, необходимой, но сложной работе. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. Мы же продолжим беседу с одним из активистов родительского сообщества. Наш гость Владимир Рябцев, председатель краевой общественной организации «Православная Кубань». Здравствуйте, Владимир Геронимович. Итак, расскажите о деятельности вашей организации. Здравствуйте. Значит, ну, наша организация работает в этом году, у нас уже в следующем будет десятилетие работы нашей организации. Мы работаем в трех направлениях. Это духовно-нравственное воспитание детей. Второе – это военно-патриотическое. И третье, основное наше направление – это создание системы реабилитации детей с расстройством аутического спектра на Кубани. В рамках этих трех направлений мы работаем с администрацией края. То есть после встречи с губернатором мы запустили систему в крае по детям-аутистам. Это первая в стране вообще концепция по работе с детьми с расстройством аутического спектра. Был подготовлен, утвержден межведомственный план, который заканчивается вот в этом году. И вот в рамках этого процесса мы выиграли один, даже два краевых гранта. И выиграли за три года три президентских гранта и сейчас четвертый. Я только что вернулся сейчас в федеральной конференции, на которой есть тоже был ряд предложений, ряд технологий, которые используются во всей стране и за рубежом. Был пример английский, американский, но мы в целом опираемся на российские системы, потому что дефектологии российской, слава богу, более ста лет. И когда говорят, что у нас ничего нет, я с этим в принципе не согласен. Я встречаюсь с огромным количеством специалистов и зачастую где-то не хватает, может быть, повышения квалификации по работе с аутистами. Но в целом система дает возможность выстраивать. В рамках интерната мы работаем с несколькими группами детей, и в рамках этого процесса показываем, мы снимаем документальные фильмы. Одна из их главных задач – это обучение родителей. То есть огромное… родитель, как правило, когда сталкивается с такой ситуацией, он не знает, что делать. И вот для того, чтобы дать ему логистику того, что делать, мы создали подборку документальных фильмов. В 2014-м в Армавире будет конференция, которую Минтруд будет вести. Эту конференцию, на ней будут обсуждаться механизмы взаимодействия. После этого должно быть постановление губернатора по этому поводу. И, конечно, тут будет создана система ранней помощи, которая будет во всех структурах здравоохранения, образования и Минтруда добавиться дополнительной функции, которой сейчас не существует. Их надо выстраивать, но это надо состоять в единую систему. Все решения весной были приняты, сейчас они просто должны реализовываться. Удачи и успехов вам, Владимир Геронимович. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города и края. До встречи в эфире.